приветствую всех ребята вы на канале арт гейминг и мы проходим всех боссов в игре крашбандикот 1 первый босс это папу папу скажем так вождь туземцев это самый легкий босс у него нет никаких таймингов ему нужно просто прыгнуть на спину во время этого кручения и все прыгаете на спину несколько раз и все игра выиграна главное чтобы он был к вам спиной выполняем тоже самые действия даже когда он крутит даже не надо ждать пока он остановится в этой игре боссы довольно легкие главное знать тайминги тут ничего трудного нету первого босса мы уже взяли ну что ж идем дальше кто у нас на очереди следующий это реперру это скажем так сумасшедший ученый который все время создает какие-то взрывающиеся устройства и даже в смирительные рубашки все равно очень опасен играем около водопада тут главное правильно выбрать тайминги то есть нужно ждать пока бомба придет к тебе активировать ее подождать пока он подпрыгнет к бомбе все первый взрыв есть активируем еще бомбы не получилось пробуем еще потерял первую маску вот кажется сейчас все получилось еще раз его прибили и пробуем последний активируем бомбы главное успеть к таймингу понять как он прыгает и поймать его в прыжке вот не получилось вторую маску он меня отжал но третью не получилось все мы обыграли босса и идем вперед я говорю в этой игре боссы очень легкие ничего такого в основном игра сложная уровни сложные но у боссов есть нормальные тайминги которые шикарно проходятся ну что ж поехали вперед следующий босс у нас куала конг это самовлюбленный нарцисс с ним тоже очень легко справиться ребята просто нужно прыгать в то время когда он бросает камень вот и все главное не взорваться на бомбе и вот этот камень для него который очень тяжелый это для него и камень фатальный как только он бросает камень увиливаем от него и его же камнем его бьем первый удар есть продолжаем опять несколько раз будет бросок и вот уже для него трудный камень главное когда вы бьете камень перед ним не должно быть вагончика иначе вы коснетесь вагона они босса опять где-то максимум 3 камня тут уже бомб 2 но тайминги нормальные пройти очень легко вот перед ним сейчас нету вот вагоны прошли сейчас бить нельзя нужно подождать пока вагоны пройдут и да мы не успели любить но все равно если бы в били то попали по вагончиком и никакого урона и бумаги не нанесли ну что ж перед ним вагонов нет нужно бить успели все остался последний удар опять он три раза будет бросать камень и вот он уже несет тяжелый ждем пока вагон пройдет и бьем все ребята ничего трудного 3 босс повержен и он уехал на вагончике продолжаем посмотрим кто у нас следующий озвучку я делаю после поэтому не помню у пин страйп это мафиос гангстер с лицо со шрамом скажем так это самый легкий босс просто прячетесь за кресло бьете его тогда когда он перезаряжает свой пулемет прячетесь за кресло и ведете все самый наверное самый легкий самый нетрудный босс даже мой малой и пятигодка пятилетка он проходит это тут вообще ни о чем в этой игре боссы прям очень легкие уровни жесткие но босс и легкие все осталось два удара ждем когда он будет перезагружаться главное дойти до него во время иначе будет урон опять ждем остался последний удар все перезарядка и все это наверное самый легкий босс в этой игре вообще прям усилик никаких не надо следующий босс наверное самый да доктор не трус брио это самый трудный босс в этой игре сначала нужно одним прыжком от химического граната нет сначала его эти охотники за привидениями прыгаешь на голову оттуда слизь вылетает ему к лицу в лицо и все первый урон есть тут нужно вовремя увернуться и теперь два этих привидения касперовских главное правильным прыгнуть на лицо иначе эффекта не будет первый есть второй есть все теперь нужно дважды от гранаты увернуться он будет бросать две гранаты даже три ну что ж сейчас будет три слизевых монстра главное чтобы они по вам не попали ребята поэтому они прыгают прям там где вы стоите все у него остался одна шкала осталось он сейчас выпьет зелье и станет как холк четыре пять шесть гранат мы увернулись и теперь у нас становится холком до того как это было мейнстримом эта игра восемьдесят четвертого не то девяносто четвертого года ее переиздали и очень шикарно нужно прыгнуть ему прямо на голову как только он идет на вас очень точным прыжком нужно прыгнуть ему на голову вот у меня не получилось я прыгнул на руку потерял маску но сейчас сделаю вторую попытку вот все остался один удар и доктор будет повержен повержен точнее извините ну что ж не трус брию убит остался последний босс как и во всех бандикутах последний босс это доктор неокартекс это самый неудачливый босс в мире у него всегда наверное самое легкое прохождение такое ощущение как будто ты не играешь с ним тут у нас простой тайминг ребята как только он стреляет зелеными пулями бьете и они его поражают фиолетовые просто убегайте и все вот 1 2 убежали 3 закрутили а не успел опять опять не успел хотя это лучшая попытка была вот первый удар есть опять фиолетовые тут уже они начинают путешествовать скажем так нужно не случайно в них не забиться вот зеленый 1 и зеленый 2 все второй удар есть опять увиливаем от фиолетовых тут они уже по траектории первое зеленое тут ничего трудно главное поймать тайминги ребят и не спешите иначе придется это все проходить снова все уже второй остался третий удар и поскольку в этой игре доктор неокартекс как неудачник то после третьего удара он начинает стрелять уже по очереди но тут тоже ничего трудного главное там поймать тайминги и все еще один зеленый все последний он неудачник последнего случайно выстреливать зеленым сразу и все ребята босс повержен это первый финал второй финал есть у меня на канале где вы возьмете все камни спасибо за просмотр не забывайте подписываться ставить лайки и комментарии мне будет приятно до свидания до свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...